Всем добрый день! Купила бруски для стеллажа в теплицу, буду делать. И ножки хочу хорошо пропитать, чтобы они не гнили. Купила средства, ну не буду говорить какое, сейчас полно всяких средств для пропитки древесины. Там что-то на 30 лет гарантия терым-пыром. Вот поставила ведро, сейчас пойду на работу, пусть пропитывается, целый день стоит. В тепле там надо плюс 5 градусов, но сейчас на улице минус. Поэтому пришлось ставить в дома на пропитку. Готовлюсь к сезону. Сезону делает мне муж Вячеслав, мне стеллаж в теплице. Спасибо ему большое, где-то наступил, наверное, на сверху. Будут вот доски. Внизу я планирую сетку металлическую, чтобы видеть там, что под ним находится хотя бы. Ну и опять же весь мусор сюда будет сыпаться вниз. Так что вот так сейчас покрашу. Не сейчас, а завтра, наверное, обработаю и будет шикардосно. Готовлюсь к сезону и в теплице мой муж Вячеслав сделал мне вот такой вот стеллаж. Здесь бортики для того, чтобы не падали стаканчики отсюда. Ну, чтоб я не задела, не дай бог, не упала. Все деревянные части этого стеллажа я обработала вот этим средством. Тут обещают 30 лет гарантия и без запаха. Ну, как значит 30 лет, не знаю, но хотя бы лет 5, если он прослужит, будет шикарно. Доски обработала с двух сторон по два раза, два слоя. Ну и стойки тоже. Внизу, как я рассказывала, пластик. Стоят в пластиковых стаканах. Здесь светлые не видно. А вот тут темный, темный пластмасс. Тут еще так бардачок на виду порядок. Потом что-нибудь на пол постелю, то ногами таскаю грунт домой. Здесь у меня электрический обогреватель стоит. Висит вот свет. Мой муж Вячеслав меня провел. Это с светофора купленные. Что-то рублей там по 200 с чем-то лампы. Очень хорошо светит. Ну, вот уже почти все готово. Здесь у меня розы еще. Не буду показывать. В бардаке лежат. Сейчас достану их, поставлю на стеллаж. Тут сейчас температура плюс 2, плюс 4 пока. Теплица также оборудована дистанционным датчиком температуры. Я дома, вижу, какая температура в теплице и уровень влажности меня интересует. Сейчас в теплице аж почти 70% влажности. Это очень хорошо. Вот так в теплице прикопаны, призимовали у меня розочки. Но здесь ниже минус 10, не опускалась температура. Так... Вот так. Продолжение следует...